Основы динамики. Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. В разделе кинематика мы рассматривали движение тела, не задаваясь вопросом, почему тело движется так, а не иначе. Сейчас мы переходим к основам динамики, где мы должны ответить на этот вопрос. Если тело движется равномерно, то почему оно движется равномерно? А если тело движется с ускорением, то почему оно движется с ускорением? Понятно поэтому, насколько важно уметь находить не только то самое ускорение, но и причины возникновения ускорения. Динамика изучает движение тел, скрывая причины, передающие движению тот или иной характер. Чтобы найти причину возникновения ускорения, обратимся к опыту. Возьмем металлический шарик и с некоторым усилием пустим его по ковру. Шарик, пройдя некоторое расстояние S, остановится. Причиной остановки шарика является взаимодействие шарика с ворсинками ковра. Возьмем тот же шарик и с тем же самым усилием бросим по полу, уже освобожденному от ковра. Шарик также остановится, но при этом пройдет расстояние больше, чем он прошел по ковру. Почему шарик до остановки прошел больше расстояния? Все дело в том, что силы, препятствующие шарику во втором случае, гораздо меньше, чем силы, препятствующие движению шарика в первом случае. Но чтобы избежать термина силы, мы скажем, взаимодействие шарика с полом, когда на нем нет ковра, гораздо меньше, чем взаимодействие шарика с ворсинками ковра. Можно заметить, что чем меньше взаимодействие шарика с полом, тем длиннее путь, который он проходит. И напоследок сделаем мысленный опыт. Пустим шарик со скоростью V0 в таких условиях, когда на шарик не действуют никакие силы. Когда взаимодействие шарика с окружающими телами сведено до минимума, тогда шарик будет двигаться до бесконечности, сохраняя свою скорость. Можно проделать еще другой опыт. Возьмем шарик, подвешенный на резиновом шнуре. Относительно земли он находится в покое. Около шарика имеются множество различных тел. Шнур, на котором он висит, стены комнаты, множество предметов в ней и, конечно, земля. Понятно, что не все эти тела одинаково действуют на шарик. Если, например, убрать или переставить мебель в комнате, то это не окажет какого-либо заметного влияния на шарик. Но если перерезать шнур, на котором подвешен шарик, шарик тут же упадет вниз. Этот простой опыт показывает, что из всех тел, окружающих шарик, только два заметно влияют на него – резиновый шнур и земля. Их совместное влияние обеспечивает состояние покоя шарика. Стоило устранить одно из этих тел, например, шнур, и состояние покоя нарушилось. Это приводит к выводу, что действие на шарик двух тел, шнура и земли, компенсируют или уравновешивают друг друга. Эти опыты подводят нас к первому закону движения или к первому закону Ньютона. Существуют такие системы отсчета, относительно которых поступательно движущееся тело сохраняет свою скорость постоянной, если на него не влияют другие тела. Или влияние других тел компенсируется. Само явление сохранения скорости тела при компенсации внешних воздействий на тело называется инерцией. Поэтому первый закон Ньютона называют законом инерцией. Инерциальная система отсчета Принцип относительности Галилея Движение тела, происходящее без внешних воздействий, называется движением по инерции. Система отсчета, в которых свободное тело покоится или движется равномерно и прямолинейно, называется инерциальными. Иначе говоря, система отсчета, о которой говорится в первом законе Ньютона, то есть система отсчета, относительно которых тело при компенсации внешних воздействий движется прямолинейно и равномерно, или находится в покое, называется инерциальными системами отсчета. В рассмотренных нами примерах инерциальная была система отсчета, связанная с Землей. Инерциальна та или иная система отсчета или нет, можно узнать только из опыта. Так, опыт показывает, что система отсчета, связанная с Землей, может приблизительно считаться инерциальной. Система отсчета, связанная с любым телом, движущимся относительно Земли прямолинейно и равномерно, тоже инерциальна. Получается, что первый закон Ньютона сводится к утверждению о существовании инерциальной системы отсчета. Однако всегда необходимо помнить, что истинно свободных тел не бывает. Любое тело находится под воздействием тех или иных тел в той или иной степени. Отсюда ясно, что невозможно осуществить такой опыт, который непосредственно подтверждал бы первый закон Ньютона. В нашем опыте шарик рано или поздно остановится. Мы можем только уменьшить воздействие окружающих тел, экстраполировать результаты множества опытов. Так какие же системы отсчета можно считать инерциальными? Опыт показывает, что с большой степенью точности инерциальна является гелиоцентрическая система, то есть система, связанная с Солнцем. Во многих случаях система отсчета, связанная с Землей, геоцентрическая, тоже может считаться инерциальной. В инерциальной системе отсчета изменение скорости тела может быть обусловлено только его взаимодействием с другими телами. Закон инерции не очевиден, как может показаться с первого взгляда. С его открытием было покончено с одним давним заблуждением. До этого на протяжении веков считалось, что при отсутствии внешних воздействий на тело, тело может находиться только в состоянии покоя. Что покой как бы естественное состояние тела. Для движения же тела с постоянной скоростью необходимо, чтобы на него постоянно действовало другое тело. Великий итальянский ученый Галилео Галилей был первым, кто указал, что это неверно. И что при отсутствии внешнего воздействия тело может не только покоиться, но и двигаться прямолинейно и равномерно. Прямолинейное и равномерное движение является, следовательно, таким же естественным состоянием тел, как и покой. Законами Ньютона можно пользоваться, но не в любой системе отсчета, а только в инерциальных системах. Можно даже утверждать обратно. Системы отсчетов, в которых выполняются законы классической динамики Ньютона, называются инерциальными. Мы уже сказали, что в качестве инерциальной системы отсчета можно взять геоцентрическую. Однако, если существует хотя бы одна инерциальная система отсчета, то существует и бесчисленное множество их. В системах отсчета, движущихся относительно друг друга прямолинейно и равномерно, ускорение одно и то же. Или, как говорят иначе, ускорение величина инвариантная. Покажем это. Возьмем две системы координат. Пусть одна из них К будет неподвижна, а другая К' подвижна. Система К связана с Землей и считается инерциальной. Тогда К' связанная с любым телом, движущимся относительно Земли прямолинейно и равномерно, тоже инерциальная. Если же К' движется с ускорением и действия на нее других тел компенсированы, будет являться системой неинерциальной. Галилей, исходя из наблюдений над природными явлениями, сформулировал фундаментальный физический принцип, согласно которому во всех инерциальных системах отсчета все механические явления протекают одинаково при одинаковых начальных условиях. Классический принцип относительности утверждает одинаковость протекания механических явлений в разных инерциальных системах отсчета. Второй закон Ньютона Мы уже несколько раз употребили слово «сила», хотя и не объяснили, что это такое. Чтобы передвинуть какое-либо тело, мы должны его либо толкнуть, либо потянуть. Эти тяговые и толкающие усилия мы будем называть силами. Такое определение является бытовым, но другого пока у нас нет. Наш каждодневный опыт показывает, что только при воздействии на тело его скорость меняется. Иначе говоря, возникает ускорение. Можно сказать, что сила — это причина, вызывающая ускорение. Осталось добавить, что еще не зная, что такое сила, мы знаем, как ее измерять. Мы не можем ограничиваться вышесказанным. Мы должны дать более обоснованное определение силы, найти ее связь с ускорением, которое она вызывает. С этой целью проведем следующий опыт. К тележке массы М, которая может передвигаться по столу, прикреплена нить. А к ней пружина, которая в нерастянутом состоянии имеет величину L нулевое. А если приложить к другому концу груз, перекинуто через блок, то пружина растянется на величину ΔL. Пружина, растянутая на определенную длину ΔL, действует с определенной силой упругости на тележку и сообщает ей ускорение. Это ускорение можно измерить, например, с тробоскопическим методом. Повторим этот опыт. Но не с одной, а с двумя тележками. Пусть массы этих тележек будут одинаковы и равны массе в предыдущем опыте. Соединенные вместе, они будут иметь общую массу 2m. Нам нужно измерить ускорение этого поезда при том же удлинении пружины ΔL, что и в предыдущей задаче. Ведь причина, вызывающая ускорение, должна быть одной и той же. Опыт покажет, что при том же удлинении пружины ΔL ускорение двух соединенных тележек будет равно А пополам, то есть окажется вдвое меньше. Это можно записать в таком виде. Ускорение прямо пропорционально причине, вызывающей ускорение. Более того, из этого опыта выходит, что одинаковыми оказываются произведения массы тележки на ее ускорение. Еще раньше мы видели, что ускорение обратно пропорционально движущейся массе. Это было видно опять же из рассмотрения двух соударяющихся тележек. Других причин, влияющих на величину ускорения, мы не можем найти. Объединяя эти два последних выражения, или, как говорят, результаты двух опытов, мы получим, что ускорение должно быть пропорционально причине, вызывающей ускорение, которую обозначим буквой F и обратно пропорционально движущейся массе. Это есть результат физического опыта. Для того, чтобы результат физического опыта превратился в формулу для решения задач, мы должны написать то же выражение равенства, введя при этом некоторый коэффициент пропорциональности, K. Это еще не окончательный вид второго закона Ньютона. Для того, чтобы формула имела окончательный вид, мы должны определить значение коэффициента K и новой величины F, которую мы называем силой. Из этих двух независимых величин, K и F, мы F выбираем таким образом, чтобы K равнялась единице. В этом случае получаем выражение. Ускорение равно F, деленное на M, или F, равно M, умноженное на A. Вектор ускорения A совпадает с направлением действия силы F. Теперь, когда уже получена формула, мы можем дать определение силы. За единицу силы в системе С мы будем принимать силу, равную одному Ньютону. Это та сила, которая заставляет тело массой в один килограмм двигаться с ускорением, равным один метр на секунду в квадрате. Мы получили так называемый второй закон Ньютона, который гласит «Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорение, и ускорение тела всегда направлено так же, как действует сила, вызывающая это ускорение». Третий закон Ньютона Мы уже не раз указывали на то, что действия тел друг на друга всегда взаимно, то есть тела всегда взаимодействуют. Теперь мы можем сказать, что каждое из взаимодействующих тел действует на соседние с некоторой силой. Именно при взаимодействии двух тел, каждый из тел получает ускорение. И отношение ускорений обратно пропорционально отношению масс. А1, деленное на А2, равняется М2, деленное на М1. Отсюда следует, что А1М1 равняется А2М2. Проделаем следующий опыт. Направим две тележки с разными массами друг против друга. Опыт показал, что при взаимодействии тележек ускорения направлены противоположны. Обратим внимание, что мы берем в этом уравнении абсолютные значения ускорения. Если же написать в векторном виде, то то же самое выражение имеет следующий вид. В результате получается, что Ф1 равняется минус Ф2, где Ф1 и Ф2 это силы, действующие на первое и второе тело. Последнее равенство выражает третий закон Ньютона. Тела действуют друг на друга силами, направленными вдоль одной и той же прямой, равными по модулю и противоположными по направлению. Этот закон показывает, что из-за взаимного действия тел друг на друга силы всегда появляются опарно. Если на какое-то тело при взаимодействии с другим действует сила, то на другое тело также обязательно действует сила с таким же абсолютным значением, направленная в противоположную сторону. Ускорение, которое эти силы сообщают телам, тоже имеет противоположное направление. Третий закон Ньютона справедлив относительно инерциальных систем отсчета. Эти силы никогда не уравновешивают друг друга, потому что они приложены к разным телам. Силы. Силы в механике. В предыдущем параграфе мы проделали опыт с двумя тележками, которые взаимодействовали друг с другом. И при этом было получено, что отношение ускорений, которые получили тела в результате взаимодействия, обратно пропорционально их массам. Собственно говоря, эта формула дала нам возможность, зная одну из масс, определить значение другой массы. Но теперь эта формула нас интересует в другом контексте. Из этой формулы следует, что ускорение А1 равняется произведению М2 на А2, деленное на М1. Из этой формулы следует, что нельзя изучить движение и вычислять ускорение только одного тела. Назовем его ускоряемым телом. Непременно нужно знать массу и ускорение еще одного тела, ускоряющего. Обычно нас интересует движение именно одного, ускоряемого тела, а не того тела или группы тел, которые на него влияют, сообщая ему ускорение. Когда, например, артиллерийский снаряд после выстрела покидает ствол орудия, он взаимодействует с землей и воздухом. И земля и воздух сообщают снаряду ускорение и сами при этом получают какие-то ускорения. Но артиллеристу важно знать только ускорение снаряда. Поэтому обычно вычисляют ускорение лишь одного тела, того, движение которого изучается. Влияние же другого тела, в данном случае орудия, вызывающего ускорение, коротко называют силой, действующей на ускоряемое тело. И вместо того, чтобы говорить, что ускорение тела вызвано влиянием на него другого тела, говорят, что ускорение вызвано силой, приложенной к телу, действующей на него со стороны другого тела. Мы это можем записать условно таким образом. Ускорение пропорционально силе. Буквой F мы будем обозначать силу. Рассмотрим другой пример. Пусть один конец пружины длиной L закреплен. Прикрепим к другому концу брусок. Он останется в покое. Удлиним пружину на ΔL и опять прикрепим к ней брусок. Отпустив растянутую пружину, мы увидим, что брусок движется с ускорением. Это ускорение, очевидно, вызвано взаимодействием бруска и пружины. Но теперь мы скажем, что оно вызвано силой, возникающей при растяжении пружины. Эту силу называют силой упругости, которую мы еще будем изучать. Так как сила упругости появилась только из растяжения пружины, то она зависит только от нее, от того, насколько пружины растянуты. Можно привести еще множество примеров, но мы остановимся на следующем. Известно, что тело, брошенное вверх, движется с ускорением. Через определенный промежуток времени оно остановится и начнет свободно падать. И при подъеме и при спуске по всех точках траектории тело имеет одно и то же ускорение, направленное вниз. Это ускорение вызвано взаимодействием тела с землей. Но теперь мы скажем, что ускорение вызвано силой, приложенной к телу со стороны земли. Эту силу называют силой тяжести. В динамике Ньютона природа сил, входящих в основные определения, несущественна. Силами вообще называются действия тел друг на друга, в результате чего появляется ускорение. Все силы природы можно разделить на два основных типа. Силы, действующие при непосредственном соприкосновении, и силы, которые действуют, независимо от того, соприкасаются тела или нет. В многообразии взаимодействий в природе силы бывают гравитационные, электромагнитные, ядерные, сильные и слабые. В механике Ньютона встречаются два типа из этих сил. Электромагнитные и гравитационные. Остальные силы проявляются на таких малых расстояниях, на которых механика Ньютона неприменима. Гравитационные и электромагнитные взаимодействия дальнодействующие. Их действия проявляются на больших расстояниях. Силы упругости. Виды деформации. Мы уже знаем, что причиной изменения движения, то есть появлению тела ускорения, являются силы. Силы же возникают при взаимодействии тел друг с другом. Но какие виды взаимодействия существуют, и много ли их? При рассмотрении механического движения тел приходится иметь дело всего лишь с тремя видами сил. Силой упругости, силой трения и силой тяготения. Но эти три силы являются проявлениями только двух взаимодействий. Электромагнитных и гравитационных. Рассмотрим более подробно силу упругости. Предположим, что мы имеем металлический стержень. Если мы сожмем этот металлический стержень, то расстояние между атомами уменьшится, и поэтому возникнут силы, которые будут стремиться восстановить прежнюю форму стержня. Если же мы растянем этот стержень, то расстояния между атомами будут увеличиваться, и возникнут силы, которые будут стремиться вернуть их в прежнее положение. Это общая картина. Для того, чтобы воочию убедиться в этом явлении, мы можем брать не металлический стержень, а тело, в котором эти проявления более явственны. Резину или же стальную пружину. Пусть у нас имеется перпендикулярно вбитый в стену стальной стержень, на которой намотана стальная пружина. На конце этой пружины находится тело массы M. Ось Х направим вдоль стержня. И равновесное положение примем за начало координат. Если мы растянем пружину на дельта Х, назовем эту величину смещением или же удлинением пружины. В этом случае на пружину будет действовать сила, которую мы назовем силой упругости, стремящаяся восстановить прежнюю форму пружины. Если же мы сожмем пружину, то на нее будет действовать сила упругости в обратном направлении, которая также будет стремиться восстановить форму пружины. Из этого опыта мы можем сделать два вывода. Первый. То, что сила упругости всегда направлена противоположной смещению дельта Х. И второе. То, что сила упругости будет тем больше, чем большая величина смещения от положения равновесия. Рассмотрим еще один опыт. Пусть у нас имеются две тележки с прикрепленными на концах мягкими резиновыми шариками. Сообщим движение этим тележкам навстречу друг другу. В момент, когда они столкнутся, резиновые шарики еще не деформированы. Начиная именно с этого момента, начинается деформация шариков. То есть, возникает сила упругости, тормозящая движение тележек. Пока идет эта деформация шариков, скорость тележек будет уменьшаться. И в какой-то момент станет равной нулю. А деформация максимальная. Под действием силы упругости деформированных шариков, тележки начнут двигаться друг от друга. То есть, они получат ускорение. Ясно, что причиной ускорения является сила упругости, возникающая при деформации шариков. Из этого опыта ясно, что деформация произошла из-за того, что тележки уже после соприкосновения продолжали еще некоторое время двигаться в прежнем направлении, пока возникающая из-за деформации сила упругости не остановила их. А следствием деформации возникновение силы упругости. Деформация присутствует во всех опытах, когда соприкасаются два тела. Просто резиновый шарик и стальная пружина делают очевидным то, что не видно невооруженным глазом при других опытах. Рассмотрим случай, когда деформация есть, но она не видна. Пусть имеется брусок, который находится на подставке. В этом случае мы знаем, что на брусок действует сила тяжести. Она направлена вниз, к центру земли. Под действием этой силы тяжести наша подставка деформируется. Заметить эту деформацию мы не можем без специальных приборов. Но именно деформация подставки, совсем незаметная глазу, приводит к появлению силы упругости, которая направлена противоположной силе тяжести и уравновешивает ее. Аналогично можно представить и силу упругости для тела, которая подвешена на длинные нити. На это тело действует сила тяжести, которая, как и в первом случае, направлена к центру земли, вертикально вниз. Под действием этой силы нить испытывает деформацию, и возникает сила упругости, которая уравновешивает силу тяжести и направлена в противоположную сторону. Сила упругости, действующая на тело со стороны опоры или подвеса, часто называют силой реакции опоры или силой реакции подвеса. Важная особенность силы упругости состоит в том, что она направлена перпендикулярно поверхности соприкосновения взаимодействующих тел. А если во взаимодействии участвуют такие тела, как сжатые или растянутые пружины, то сила упругости направлена вдоль их осей. Среди деформаций, возникающих в твердых телах, можно выделить пять основных видов. Растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб Силы упругости возникают между телами только в том случае, если тела деформированы. Причиной возникновения сил упругости является то, что при уменьшении расстояния между атомами возникают силы отталкивания, а при увеличении расстояния между ними – силы притяжения. Это и обеспечивает механическую прочность твердых тел, то есть их способность противодействовать изменению формы. Закон Гука, модуль Юнга. Силы упругости определяются, как мы уже говорили, только взаимным расположением взаимодействующих тел и возникают при их деформации. Для твердых тел различают два предельных вида деформации. Упругие и пластичные. Если при прекращении внешнего воздействия тела полностью восстанавливает свою форму и размеры, то деформация называется упругой. Для упругой деформации характерно существование однозначной связи между величиной деформации и вызывающей ее силой. В рассмотренном выше опыте с растянутой пружиной сила упругости F стремится восстановить начальные размеры пружины. Опыт показывает, что величина смещения деформации прямо пропорционально вызывающей ее силе при малых упругих деформациях. Это утверждение носит название закона Гука. При больших деформациях связь между деформацией и вызывающей ее причины становится более сложной. Деформация становится пластичной. Характерной чертой пластичной деформации является то, что после прекращения действия силы, вызвавшей деформацию, тело остается частично деформированным. Является ли деформация упругой или пластичной, зависит и от материала тела, и от величины приложенной силы. Закон Гука, описывающий малые упругие деформации, справедлив для различных типов деформаций растяжения, сжатия, сдвига, кручения и сгиба. Например, при сжатии или растяжении пружины на величину Δх возникает возвращающая сила. Сила упругости, которая направлена против сжатия, или растяжения. F упругости Х равняется произведению минус К на Δх. Здесь К коэффициент пропорциональности, называемой жесткостью тела, в данном случае пружины. Закон Гука формулируется следующим образом. В пределах упругой деформации, сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорционально удлинению тела и направлена против направления перемещения частиц при деформации. Коэффициент жесткости К зависит от размеров деформируемого тела и от вещества, из которого оно состоит, и измеряется в ньютонах, деленных на метр. Если построить график зависимости модуля F упругости, равная F от Δх, то он будет иметь вид. Закон Гука действует только на линейном участке графика. Рассмотрим применение закона Гука к деформации растяжения на примере стержня. Пусть начальная длина стержня L нулевое. После приложения к стержню силы F его длина стала L. Отношение L минус L нулевое к L нулевое называется относительным удлинением стержня. Удлинение произошло под действием силы F. Однако, эта сила может быть приложена к стержню большего или малого сечения. Поэтому, гораздо важнее не сама сила F, а сила, приходящая на единицу площади сечения стержня, F деленная на S. Чем больше это удельная сила или напряжение, тем больше величина относительного удлинения. Отношение F к S равно E раза дельта L на L нулевое. Здесь коэффициент пропорциональности E называют модулем Укси-Юнга. Отсюда можно записать F равняется E умноженное на дельта L и умноженное на отношение S к L нулевое. Сравнивая с модулем силы упругости равным K дельта L получаем для жесткости K равняется произведению E на отношение S к L нулевое. Из этой формулы уже явно видно, что жесткость зависит от геометрии деформируемого тела и от СИЛЫ ТРЕНИЯ СИЛЫ ТРЕНИЯ Сила трения возникает при непосредственном соприкосновении тел и всегда направлена вдоль поверхности соприкосновения. Различают три вида трения ТРЕНИЯ ПОКОЯ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ и ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ. Проследим, как возникают силы трения. Рассмотрим следующий опыт. На столе находится брусок, который прикреплен к динамометру, а через него к чашке весов, посредством нити перекинутой через блок. Пусть вначале чашка пуста и брусок находится в неподвижном состоянии. Будем постепенно добавлять в чашку грузики, отмечая при этом, что брусок остается неподвижным. Это странно, так как согласно второму закону Ньютона под действием силы натяжения нити брусок должен получить приращение скорости. Но этого не происходит. Единственное объяснение этого факта заключается в том, что на брусок действует еще одна сила, направленная в сторону противоположную силу натяжения нити и равную ей по модулю. Это и есть сила трения покоя. Постепенно увеличивая груз, заметим, что при некотором определенном значении силы тяжести брусок сдвинется с места. Существует значит определенное максимальное значение силы трения покоя. F трение максимальное. И только при силе тяги чуть больше этой силы трения покоя брусок начнет двигаться. Можно заметить, что прижимающая перпендикулярная поверхность сила, сила, которую часто называют нормальным давлением, увеличивает максимальное значение силы трения. Максимальное значение силы трения покоя пропорционально силе нормального давления. Можно утверждать, что F трения равняется произведению μ на n, где μ коэффициент пропорциональности называют еще и коэффициентом трения, а n модуль силы реакции опоры, который, согласно третьему закону Ньютона, равен по модулю силе нормального давления. Когда брусок приходит в движение, на него действует сила трения, но эта сила уже называется силой трения скольжения. Она по модулю почти равна максимальной силе трения покоя и направлена в сторону противоположную направлению движения. Теперь мы будем пользоваться формулой F трения равняется произведению μ на модуль n. Что касается коэффициента пропорциональности, то он примерно остается прежним. По величине он обычно меньше единицы. Он характеризует два соприкасающихся тела, между которыми действует сила трения. Существует простой способ определения численного значения коэффициента трения. Возьмем два тела, для которых необходимо определить коэффициент трения. Поставим одно тело на другое и будем менять угол наклона нижнего тела до тех пор, пока верхнее тело не начнет скользить. Схема опыта представлена на рисунке. Здесь f равна mg синус альфа. Это та составляющая силы тяжести, под действием которой тело скатывается вдоль наклонной плоскости. Если тело только начало скатываться, то это равносильно тому, что f равна f трения или mg синус альфа равно произведению мю на модуль n. Учитывая, что модуль n численно равен mg косинус альфа, имеем mg синус альфа равняется произведению мю на mg косинус альфа или мю равно тангенс альфа. До сих пор мы говорили лишь о сухом трении, трении между несмазанными телами. Смажем трущуюся поверхность жидкостью, лучше маслом. Когда твердое тело движется, соприкасаясь с жидкостью, опять же возникает сила параллельная поверхности соприкосновения и направленная против движения. Этим она напоминает силу трения скольжения. Но теперь мы ее будем называть силой жидкого трения. Сила жидкого трения много меньше силы сухого трения. В жидкостях и газах сила трения покоя начисто отсутствует. Поэтому даже ничтожная сила приложенного вязкой среде придает телу ускорение. Сила жидкого или вязкого трения зависит не только от величины скорости движения, но и от формы движущегося тела. При одинаковой скорости движения, например, показанные тела, обладают разной силой сопротивления вязкой среде, в жидкости «Закон всемирного тяготения». В шестнадцатом веке астроном Тихо Браги решил основную задачу механики для небесных тел. Он смог с большой точностью определить положение планет в пространстве. Обрабатывая результаты исследований Тихо Браги, астроном Иоганн Кеплер установил, что планеты движутся по орбитам похожим на окружности и один из его законов гласит, что отношение куба радиуса орбиты любой планеты к квадрату периода ее обращения вокруг Солнца есть величина постоянная, одинаковая для всех планет Солнечной системы. Или это выражение можно переписать следующим образом. Единица деленная на Т в квадрате равняется отношению коэффициента пропорциональности к радиусу орбиты в кубе. Строгое научное обоснование движения планет было дано лишь Ньютоном. Считая, что планеты движутся по окружности, можно утверждать, что центростремительное ускорение любой планеты равняется 4П в квадрате Р деленное на Т в квадрате. Далее, подставив вместо единицы деленное на Т в квадрате К деленное на Р в кубе получим, что ускорение обратно пропорционально квадрату расстояния. Так как сила Ньютона равна произведению массы на ускорение, то этой силой окажется обратно пропорциональной Р в квадрате. Ускорение свободного падения было рассмотрено в предыдущем параграфе и отличается той любопытной особенностью, что оно в данном месте одинаково для тел любой массы. То есть, ускорение не является функцией от массы. Это любопытное свойство имеет единственное объяснение, и оно заключается в том, что сама сила, с которой планета притягивает любое тело с массы М, пропорциональна именно его массе М. Действительно, в этом случае увеличение массы М, например, вдвое, приводит к увеличению силы Ф тоже вдвое, а ускорение, которое равно отношению Ф на М, остается неизменным. Отсюда следует, что сила будет пропорциональна массе. Итак, два тела, находящиеся на расстоянии Р друг от друга, будут притягиваться друг к другу силой Ф, пропорциональной как величинам этих масс, так и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Это и есть закон всемирного тяготения. Коэффициент пропорциональности, который мы введем, обозначается буквой Ж большое и носит название постоянной всемирного тяготения. Закон читается следующим образом. Все тела притягиваются друг к другу силой, модуль которой прямо пропорционален произведению масс и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними. Из закона всемирного тяготения мы можем вывести значение устарения свободного падения. Гравитационная сила это сила, с которой тело притягивается к земле. И она, как мы знаем, равна произведению М на Ж. С другой стороны, согласно закону всемирного тяготения, она равняется G раза M1 M2 деленное на R в квадрате. Отсюда следует, что ускорение свободного падения у поверхности любой планеты есть произведение гравитационной постоянной, помноженное на массу планеты, деленное на радиус планеты в квадрате. Теперь видно, что ускорение свободного падения не зависит от массы падающего тела. Оно зависит только от массы и радиуса той планеты, вблизи которой рассматривается падение тела. Эта величина постоянна для каждой планеты в отдельности. Чтобы закончить эту тему, нам необходимо дать определение гравитационной постоянной. значение гравитационной постоянной можно найти, проделав опыт. Английский физик Камингиш выполнил опыты по обнаружению гравитационного взаимодействия тел небольших размеров с помощью крутильных весов. Кстати, точно такие же весы мы будем использовать для обнаружения электрического взаимодействия зарядов. Два одинаковых маленьких шара из свинца были укреплены на стержне длиной около двух миллиметров который был подвешен на медной проволоке. Против малых шаров установили по бокам свинцовые шары диаметром около двадцати сантиметров каждый. При этом коромысло с малыми шарами поворачивается на некоторый угол, при котором сила гравитационного взаимодействия шаров становится равным силе упругости. Камингиш определил эту силу упругости для различных масс больших и малых шаров и на всевозможных расстояниях. На основе этих опытов стало возможным найти величину гравитационной постоянной. Она имеет размерность ньютон умноженная на метр в квадрате деленная на килограмм в квадрате и равняется 6,67 на 10 в минус одиннадцатой степени. Это очень малая величина. Именно с такой силой взаимодействуют два тела массами по одному килограмму находящиеся на расстоянии один метр. Эта формула, выражающая закон всемирного тяготения, позволяет найти ускорение свободного падения для планеты не только у поверхности, но и на расстоянии аж от поверхности. Для этого возьмем тело на высоте аж от поверхности планеты. Сила тяжести, действующая на это тело, будет определяться формулой МЖ в данной точке, где ускорение свободного падения на высоте аж обозначено через букву Ж со звездочкой. Эта величина будет равняться произведению гравитационной постоянной на массу тела, которая остается постоянной в любой точке, умноженная на массу планеты и деленная на расстояние, которая в данном случае складывается из радиуса планеты r и высоты h. Сокращая на величину n получим формулу. Из данной формулы видно, что с ростом высоты h ускорение свободного падения умножается закон вес тела невесомость. Центр инерции это точка, через которую должно проходить направление действия силы, чтобы эта сила вызывала только поступательное движение тела. Поэтому, рассматривая поступательное движение тела под действием некоторых сил, можно считать, что все они приложены к одной точке, центру инерции. Вес тела это сила, с которой тело вследствие его притяжения к земле действует на опору или подвес. Для нахождения веса тела удобно поступить так. Сначала рассмотреть движение тела под действием всех приложенных к нему сил, найти силу реакции опоры, а затем воспользоваться третьим законом Ньютона. Ведь согласно этому закону, вес тела и сила реакции опоры по модулю равны. Рассмотрим три случая. Первый случай. Если тело покоится на неподвижной опоре, то модуль силы реакции Н равен МЖ. Следовательно, вес П по модулю равен силе тяжести. П равное МЖ. Сразу обратим внимание, что равенство веса и сил тяжести вовсе не означает, что это одна и та же сила. Во-первых, сила тяжести это гравитационная сила, а вес это сила упругости. Во-вторых, сила тяжести приложена к телу, а вес к опоре. Сейчас мы покажем, что не всегда вес тела равен силе тяжести. Второй случай. Рассмотрим движение тела в лифте, ускорение которого направлено вверх. По второму закону Ньютона Н минус МЖ равняется МА или Н равно произведению М на Ж плюс А. Следовательно, в этом случае вес тела П равен произведению М на Ж плюс А. Это значит, что когда тело вместе с опорой движется с ускорением, направленным вверх, вес тела больше веса этого же тела, находящегося в покое. Такое увеличение веса тела называется перегрузкой. Третий случай. Если ускорение лифта направлено вниз, то согласно второму закону Ньютона, МЖ минус Н равняется МА или Н равно произведению М на Ж минус А. В этом случае вес тела равен произведению М на Ж минус А. Это значит, что когда тело и опора движутся с ускорением А меньше Ж, направленным вниз, вес тела меньше веса этого же тела, находящегося в покое. Очень интересен случай, когда тело вместе с опорой свободно падает, то есть А равно Ж. Весь тела становится равным нулю. Такое состояние называется невесомостью. Важно подчеркнуть, что в состоянии невесомости исчезает вес тела, но не сила тяжести, действующая на него. тяжести, тяжести, взау